Перед тем, как я расскажу, собственно, про генетический код и про то, как он реализуется, и как это может использовать человек, немножко поговорим, как вообще человечество догадалось, что это такое, как была открыта роль молекул ДНК как вещества наследственности, и как был открыт и расшифрован генетический код. Началась эта история, как всегда, достаточно издалека. Тогда еще в XIX веке, когда Хридрих Мишер, немецкий ученый швейцарского, правда, происхождения, выделил из молок лосося, которого тогда можно было поймать на удочке прямо приеде, новый класс органических веществ, нуклеин. Такое название предложил ему Миш. Эти органические вещества отличались, например, от белков тем, что в них было высокое содержание не только азотов, глюрода, кислорода и водорода, но и атомов хосфора. Не характерное для белков. Название нуклеин не прижилось. Его довольно быстро заменили на нуклеиновые кислоты, по поводу чего Мишер очень возмущался. А молоки лососи с тех пор остаются излюбленным материалом на выделение больших количеств ДНК, поскольку клетки с карматозоидами, из которых они состоят, имеют очень мало цитоплазмы и относительно очень большой объем ядра. А ДНК содержится в ядре. Во время открытия Мишера, в общем, еще только-только появились первые наблюдения за отделением клетки. И позже, чем было выделено из клеток ДНК, были открыты хромосомы. Хромосомы переводятся дословно как окрашенные или окрашивающиеся, было бы точнее, тельца. Только надо иметь в виду, что сами хромосомы, конечно, совершенно не окрашенные. Они прозрачные. В большинстве клеток увидеть их под обычным микроскопом достаточно сложно. И как раз для того, чтобы увидеть, их приходится окрашивать специальные краски. Лучше всего они видны в виде таких вот коротких палочек, когда клетка готовится к делению или уже начала делиться. У человека, за исключением некоторых случаев наследственных болезней, в каждой клетке тела по 46 хромосом. Ну и у каждого вида число хромосом, как правило, постоянное. Характерное именно для данного вида. У плодовой лужки Грозосова-Мелоногатского 8 хромосом, у гороха 14 хромосом, у обезьяны Шапанзесова 8, у некоторых видов бывают на нескольких сотен хромосом, а у человеческой астериды всего 4 хромосомы. Так что число это может различаться сильно. Вот замечательное наблюдение состояло в том, что если в любой клетке тела какого-то организма животных четное число хромосом, например, 46, а так оно всегда и бывает, то в половых клетках этих хромосом в два раза меньше. Но это число может быть и четным, и и нечетным. Значит, у человека в инциклеции в кискоматозоиде по 23 хромосомы. Но что это за палочки, какую роль они играют, зачем они нужны, оставалось, в общем-то, непонятно. А вот здесь справа показывают хромосомы человека, как они выглядят, если клетку зафиксировать и посмотреть на них в электронный микроскоп. Ну вот, правда, уже довольно быстро, в споре после описания хромосомы, появилась идея, появилась теория, которая связывала их с передачей наследственной информации. Автором этой теории, опять же, был немецкий ученый Август Вейсман, который придумал вот свою теорию заронтышевой плазмы. Ну, в общем, эта теория и до сих пор может считаться в каком-то смысле правильной. Изменилась только терминология. В чем же эта теория состояла? Август Вейсман считал, что весь организм можно условно разделить на его телесную оболочку, смертную сому и бессмертную заронтышевую плазму, которая передается из поколения в поколение, и вместе с ней-то передается наследственная информация. Ну, сейчас термины эти не употребляются, но близкие термины, которые используют генетики, это просто фенотип и генотип. Фенотип – это все признаки организма, а признаков этих можно навыделять бесчисленное множество, а генотип – это все гены организма, которые действительно передаются из поколения в поколение. И если у многоклеточных организмов их смертная оболочка сома действительно, как правило, смертна, то гены, передающиеся из поколения в поколение, потенциально бессмертны. Если им повезет, то они могут, в принципе, передаваться из поколения в поколение бесчисленное число раз. Так что Вейсман был в каком-то смысле прав. Ну и он же высказал идею о том, что гены, то есть зародышевая плазма, как он тогда называл наши гены, находятся в хромосомах, и даже предположил, что они расположены там в линеечку, что тоже оказалось справедливым. Почему такая идея могла возникнуть? Ну, в частности, потому что тогда уже было известно, что при делении клетки хромосомы распределяются очень точно, ровно по ровну. И было понятно, что, вероятно, это не случайно. Укрепилась идея о том, что гены находятся в хромосомах в начале 20 века. Два разных ученых, Теодор Бовари в Европе, в Германии и Уильям Сэттен в Америке, одновременно высказали эту идею. Причем в основе лежали разные наблюдения и соображения, ну вот Бовари пришел к такому мнению, изучая как раз развитие паразитического червя, астериды. У астериды дробится в яйцеклетка, как здесь показано, и наблюдаются необычные явления. Кусочки хромосомок в каждой клетке кроме одной отваливаются от них, остаются в цитоплазме и полностью разрушаются. А в той клетке, где этого не происходит, а у раннего зародыша такая клетка только одна, впоследствии, как нетрудно догадаться, развиваются половые клетки астериды, которые передают признаки потомству. Ну и исходя из этого, Бовари решил, что он открыл механизм того, как клетки становятся разными. Все понятно решил. Значит, в половых клетках сохраняется вся наследственная информация, а в разных клетках тела разные части утрачиваются. Поэтому одни клетки становятся нервными, другие высочными и так далее. Потом оказалось, что это явление встречается у подавляющего меньшинства животных, и тем не менее, это было, конечно, сильное указание на то, что хромосомы имеют какое-то отношение к наследственным признакам. Еще более четкое указание на это появилось, когда были открыты половые хромосомы. Это тоже произошло в самом начале 20 века, и тоже открытие, как считается, совершили независимые два ученых. Один из них более известный, генетикой Мюнг Фрильсон, а другой напоминается гораздо реже и, может быть, незаслуженный, потому что Нэти Стивенс, во-первых, была одной из первых женщин-биологов, и вообще женщин-ученых, когда женщины очень редко занимались наукой. А во-вторых, кроме открытия половых хромосом, она оказала неоценимую услугу генетики тем, что, видимо, именно она первая принесла в лабораторию Томаса Мордена в разове. И благодаря ей эти мелкие плодовые мушки стали объектом генетики, на них была сделана потом масса замечательных открытий. Ну вот, что же им удалось установить? Удалось установить, что набор хромосом у самцов и самых дрозофилов все-таки немножко отличается. Вы помните, я сказал, что у них 8 хромосомов, да? Да, у дрозофилов и у самцов, у самок 8 хромосомов, и 3 пары этих хромосомов из 4 абсолютно одинаковые. А вот 4-я пара у самок представлена двумя одинаковыми хромосомами нормального размера. А у самцов одна хромосома из этой пары похожа на хромосому самки, она называется Х-хромосома, а другая хромосома какая-то такая немножечко уродская, тревая, дефектная, маленькая, она называется Игры-хромосомы. Эти хромосомы были названы половыми, и у самки дрозофила 2 одинаковых половых Х-хромосомы, а у самца Х- и Игры-хромосомы. Ну, тогда было уже известно, что из каждой пары хромосом одна попадает в одну половую клетку, а другая в другую. Они расходятся по половым клеткам поодиночке. И сразу же стало понятно, почему у дрозофилы, а также у человека, и у большинства других животных, самцов и самок рождаются ну, практически по уровню. У человека половые хромосомы, как у дрозофилы, одинаковые у самок и разные у самцов, одинаковые у женщин и разные у мужчин. Хотя бывает и наоборот, например, у птиц. Вот видите, Игры-хромосомы человека сильно меньше, чем Х, и, как потом выяснилось, почти не содержат генов. Это такой почти ненужный предатель, за исключением небольшого числа генов, которые там все-таки у них. Почему же рождается девочек и мальчиков поровну? Значит, смотрите, что получается. Когда образуются яйцеклетки, то в каждую из них попадает одна Х-хромосома. И все яйцеклетки в этом смысле одинаковы. А вот когда образуются сперматозоиды, то ровно в половину сперматозоидов попадает Х-хромосома, а в остальные попадает Игры-хромосома. И таким образом сперматозоидов с Х- и Игры-хромосомы образуются поровну. Ну, действительно, поровну. 50%. Дальше они сливаются, причем происходит это чисто случайным способом. Возможны любые координации. И если бы это было действительно так, как я сейчас сказал, то самцов из самых рождалось бы, наверное, ровно поровну. Хотя тоже наверняка. Потому что поровну образовывались бы яйцеклетки, у которых было бы две Икс-кромосомы, а из них разовьются девочки, и у которых содержится Икс- Игры-хромосомы, из которых разовьется мальчик. Пол у человека определяется момент оплодотворения. Собственно, тем, какой из сперматозоидов оплодотворил яйцеклет. Но на самом деле все, конечно, как всегда сложнее. Это только схема, модель. Потому что, как выяснилось, сперматозоиды Сыгры-хромосомы выплывают для яйцеклетки почему-то чаще, чем другие. У них немножко больше шансов оплодотворить яйцеклетки. Ну и выживаемость зародышей разного пола примерно одинаковая, и поэтому мальчиков, как известно, рождается немножко больше. Как правило, где-то на 100% девочек, 103-104% мальчиков. Ну и в этом смысле природа поступила очень разумно, потому что уже к началу школьного обучения их становится поровну, а дальше, чем более старше возраст мы возьмем, тем меньше оказывается там процент мужчин. Причины этого разные. Одна из них заключается в том, что мальчики плохо себя ведут, лезут куда не надо, и это не всегда кончается для них хорошо. Но есть и генетические причины, о которых я сейчас не буду рассказывать. Ну вот, значит, стало ясно, что половые хромосомы определяют своим наличием, в частности у человека этой игры хромосомы, сразу множество признаков с мужским или женским полом. Это можно было бы уже считать практически прямым доказательством того, что они здесь содержат наследственную информацию. Но понадобилось еще около десятка лет, чтобы, в это поверили все ученые, чтобы это доказательство было добыто многими другими экспериментами. И как раз большинство этих работ были выполнены на маленькой, размером примерно 1-1,5 мм, плодовой мушки дрожжопеля, которая вот здесь вот показана на картинке. А выполнил эти работы Томас Генпорган и его сотрудники, и за них в 1936 году он получил Бернбергскую премию. Кроме того, что гены находятся в хромосомах, ему удалось доказать, что они расположены там, как и предполагал Вейсман, по линеечке, в линейном порядке. Опять-таки, было совсем непонятно, почему они построены по линеечке, и вообще, что собой представляют хромосомы. Хотя, некоторые данные про их состав все-таки уже появились. Было известно к этому моменту, что в хромосомах содержится два основных компонента, примерно в равных количествах. С одной стороны это белки, и с другой стороны, те самые нуклеиновые кислоты, ДНК, которые открыл Миша. Ну и поскольку было очевидно, что гены содержатся в хромосомах, и каждая хромосома содержит сотни или тысячи генов, это тоже было ясно к тому моменту, они как-то, скорее всего, записаны в молекулах этих вещей. Вообще, додуматься до того, что наследственная информация может быть записана в молекулах, записанная на молекулярном уровне, в начале 20 века было очень непросто. И сами молекулы-то были открыты сравнительно недавно, и не все даже верили в их существование. Ничего не было известно практически ни в настроении белков, ни в настроении ДНК. И тем не менее, нашелся человек, который один раз услышав на лекции, случайно, что скорее всего в скроматозоиде должно умещаться ограниченное число молекулы белка, что оказалось, кстати говоря, неверным. Стал обдумывать эту идею, обдумывал ее больше 15 лет, и, наконец, создал в результате первую теорию того, что же представляет собой наследственная информация, как может быть теоретически устроен генетический код. Звали этого человека Николая Константиновича Кольцов, он был знаменитый ученый, сначала зоолог, потом эмбериолог, потом генетик. А в России он организовал первый научно-академический институт, сейчас это институт биологии развития Николай Константиновича Кольцова. Почти все, до чего он догадался, силой мысли, имея очень малой информации, оказалось правильным. Это меня всегда поражает, как человек может теоретически догадаться до того, что еще не открыт. Действительно оказалось, что гены это молекулы. Действительно оказалось, как и предполагал Кольцов, что это нерегулярные полимеры, что это такое, я объясню немножко попозже. А самое главное, угадал, как наследственная информация может копироваться и передаваться следующему поколению. Он предложил матричный принцип копирования наследственной информации. Ну, со словом матрица, сейчас, конечно, у всех прежде всего ассоциируется, наверное, фильм или какая-нибудь там еще матрица, которая есть в фотоаппарате. Но тогда матрица это было совсем другое. Тогда была такая профессия наборщик. Книжки печатали из отдельных букв. И эти свинцовые буковки надо было брать концетом и выстраивать строчку так, как они стоят в словах в еще зеркально отраженном виде, что довольно-таки непросто. Вот так набирались страницы за страницей, потом их намазывали типографской краской. И вот эта-то намазанная типографской краской, состоящая из буковок, значит, про образ страницы, можно было и назвать матрицей. Иногда матрицей называли и то, как изготавливали эти буковки. Ну, понятно, что каждую буковку надо отлить формой. И вот эта форма, в которую заливали свинец, чтобы получить буковки, ее тоже можно назвать матрицей. Значит, матрица это некоторый образец, по которому делается отливка, или по которому делается печатная страница. И при этом получается не совсем точная копия, потому что меняется вот в повороте этих буковок. Они меняются на зеркальном противоположном. И вот Кольцов догадался и рисовал на своих схемах, приведенных в его статье, как копируются наследственные молекулы. Он догадался, что та молекула, которая уже есть в хромосеме, должна служить матрицей, а по ней, как от лифта, строится вторая молекула. И так она и оказалась. Ну, единственное, в чем ошибся, Кольцов, он предполагал, что эти наследственные молекулы представляют собой пауки. Так тогда все думают. И сломать это мнение оказалось достаточно сложно. Для этого понадобилось долгое время. Я сейчас про это расскажу. Как это часто бывает с людьми, которые сильно опередили свое время, Кольцов опередил свое время от минимума до 30 лет. Идеи его никто особо не понял. И в общем и целом они были забыты. Хотя некоторые считают, что посленно они повлияли на развитие Луны. И как это часто бывает, аналогичные идеи совершенно независимо возродились через заметный интервал. Уже после войны знаменитый физик Эрвин Шредингер написал книжку «Что такое жизнь?» с точки зрения физика, где излагал практически те же идеи, которые выдвинул Кольцов на 30 лет раньше его. Ну, а поскольку книжка была запечатана на английском, которая зашлась, вот тут-то все поняли, что это очень интересно. И многие молодые биологи и физики всерьез заинтересовались этой проблемой. И не случайно вскоре после этого загадка наследственной информации была открыта. Ну, в то время, как некоторые люди размышляли над тем, что же такое наследственная информация, что могут собой представлять наследственные молекулы, как они разглажаются с чисто теоретических позиций, другие ставили эксперименты. И эти эксперименты, конечно, тоже многое дали для понимания того, где же заключена наследственная информация. И первый такой эксперимент еще в 1928 году оставил военный врач Редерик Гриффит, работал он в Великобритании. Может быть, он и был бы одним из тех, кто открыл ДНК как вещество наследственности, если бы в начале Второй мировой войны он не погиб. В его лабораторию в пригороде Лондона попала бомба во время рабочего дня и вместе со своими сотрудниками он погиб, как бомбежка. Что же он сделал? Он сделал такое удивительное явление, которое было названо трансформацией. Пневмококия это возбудители пневмонии. А что такое пневмония по-русски? Воспаление легких. Правильно. Ну подумаешь, что воспаление легких, да? Но это сейчас подумаешь. Потому что если вовремя поставлен диагноз, в общем, почти всегда человеку можно вылечить с помощью антибиотиков. Тогда никаких антибиотиков не было. И воспаление легких, особенно для детей или пожилых людей, часто было смертельной болезнью. А Гриффит пытался получить от этой болезни вакцину. А что такое вакцина? Вакцина. Вакцина. Инцидент противоядия. Слабая, но за чего? Это за... А? В России. Инцидент отбудитель болезни. Ослабленный правильно. Некоторые понимают это правильно. Вакцина это ослабленный или убитый возбудитель болезни. Это ослабленный или убитый возбудитель болезни. И... Ну, Гриффит экспериментировал с разными пневмококами и получил ослабленную. Вот, смотрите, у него было две разновидности штамма этих пневмококов. Одни с такой толстой оболочкой быстро убивали мышь, если мышь вводили их кровь. А другие были лишены этой оболочки. И если вводили мыши, то та даже не заболевала, спокойно себе продолжала жить. Потому что ее иммунная система с такими ослабленными пневмококами легко справлялась. Но, пытаясь получить вакцину, Гриффит убивал болезнетворных пневмококов с капсулой с оболочкой нагреванием, вводил мыши. Убитые пневмококи, естественно, болезни вызвать не могут, поэтому мышь выживала. Ну, а, видимо, пытаясь получить более такую сильную вакцину, хорошую, он смешивал убитых болезнетворных пневмококов с капсулой и живых пневмококов без капсулы. По отдельности ни те, ни другие не могли вызвать болезни. Каково же было его удивление, когда после введения этой смеси мыши она погибла. И все подопытные мыши при этом погибали. Мало того, что они погибали, в их крови и в легких обнаруживались живые пневмококки с капсулой. И если потом их высевали на искусственную питательную среду, где никакой мыши уже не было, то, размножаясь, они передавали свойства синтезировать капсулу потом. Вот это и было названо трансформацией, превращением. Каким-то образом убитые нагревания пневмокококов с капсулой передавали свои признаки пневмококам без капсулы. Ну, возникла, конечно, какая-нибудь идея. Что могут передать убитые пневмококки живых? Наверное, какое-то химическое вещество. Но что это за химическое вещество, Гриффиту выяснить не удалось. Эта работа вызвала большое внимание, конечно, микробиологов. Многие стали повторять опыты с трансформацией и нашлись ученые, которые все-таки добились ясности в вопросе о том, что же это было за вещество. Прошло довольно много времени. Во время Второй мировой войны в Европе, конечно, было не до таких экспериментов. Наука была основоприкладная, но в Америке продолжали заниматься научной работой. Вот трое ученых, двое из которых получили Нобелевскую премию за другие, правда, кажется, работы, выяснили, что же является трансформирующим началом. Ну, они разные ставили эксперименты, но решающий эксперимент был какой-то. они взяли убитых нагреванием болезнетворных примококов, растерли хорошенечко кашу, да, потом стали обрабатывать эту кашу разными ферментами, то есть такими белками, которые изгорачно разрушают какой-нибудь один тип веществ. Смотрите, что получилось. Значит, если мы обрабатываем смесь веществ, ферменты, которые разрушают РНК, потом смешиваем эти вещества с пневмококками без капсулы, появляются пневмококки с капсулами. Потом обрабатываем ферментами, которые разрушают белки, смешиваем с пневмококками без капсулы, появляются пневмококки с капсулами. То же самое, если мы разрушаем эпиды, то же самое, если мы разрушаем грифоды, и только если мы добавляем фермент, который разрушает ДНК и не трогает все остальные вещества, только в этом случае трансформации не происходит. Отсюда следовал непреложный вывод, что за трансформацию отвечают вовсе не белки, как были все уверены до этого, а именно ДНК. Эта работа была опубликована в 1944 году, не вызвало практически никакого ноль внимания, обратили на нее другие ученые, потому что все были настолько уверены, что за наследство информации отвечают белки, что никто это просто не поверил. Бесмотря на то, что эксперименты были проведены очень чисто и аккуратно. И только еще через 8 лет, после очередной серии подобных экспериментов, до ученых, наконец, дошло, что все-таки за передачу наследственных признаков отвечает ДНК. Этот эксперимент был сделан на других объектах немножко, хотя без бактерий там тоже не обошлось, а именно на бактериопарк. Есть такие вирусы, которые проникают в бактерии, разрушают их содержимое, сама клетка бактерий тоже разрушается, а из этой клетки вываливаются 100 или 200 или 300 новых таких вирусов. Кстати, говорю, не бесполезная вещь. Если найти таких вирусов, которые уничтожают болезнепорные бактерии, может быть, их можно использовать как лекарство. Оказалось, что действительно можно, особенно это удобно делать, если бактерии, вызвавшие болезнь, живут у нас в кишечнике, как при какой-нибудь холере или дизентерии. Тогда можно выпить культуру бактериопада и погибнут только болезнетворные бактерии. Если мы пьем антибиотик, то антибиотик уничтожает и полезных бактерий, и вредных всех без разбора. Но, правда, бактериопадов все-таки сейчас используют довольно редко. По причине того, что они дороже, им гораздо другие хранится. Антибиотик и таблеток хранить гораздо легче, чем культуру бактериопада. Тем не менее, если речь идет про лекарство устойчивых бактерий, на которых антибиотики не действуют, то иногда и сейчас для борьбы с ними используют бактериопад. Ну вот с ними и работали ферший чейс. Они решили понять, что же происходит, когда бактериопад заражает бактерию. А бактериопад, видите, такой довольно сложно устроенный, несмотря на то, что он крошечный. Вот диаметр клетки бактерий, здесь слева придет примерно 1 микрон, 1 тысяча миллиметра. Бактериопад, видите, еще настолько меньше. Вы можете увидеть только по электронному микроскопу. Ну вот. Тем не менее, у него есть такой чехольчик, такая трубочка, ножки, которыми он прикрепляется к бактерии, что-то вроде сверла, которым просверливает ее оболочку. Вот. Что же при этом происходит? Известно было, что этот чехол состоит из белков, а внутри него находится длинная молекула ДНК. Если поместить в бактериопад в концентрированный раствор соли, то чехол лопается, и вот эта длинная ДНК расстрочивается. Длина ее в сотни раз больше самого бактериопада, почти 500 тысяч. Содержится. Ну вот. Что же происходит при заражении? Для этого керши и честь пометили ДНК и белки радиоактивными изотопами, как мы сейчас и будем обсуждать, и использовали самый обыкновенный миксер. Для чего? Для того, чтобы после заражения отделить бактерии от оставшихся на их поверхности чехлов. Чехлы эти можно отфильтровать, бактерии останутся. И когда керши и честь посмотрели, какая метка попадает внутрь клеток бактерии, то оказалось, что туда попадает только та метка, которая содержится в ДНК. То есть при заражении бактерии никаких белков внутрь не попадает. Туда попадает только ДНК, и по этой ДНК внутри бактерии образуются новые, точно такие же, бактериофаги. Ну уж тут-то понятно, что вся наследственная информация о строении вот этой вот сложной частицы закодирована, содержится, по крайней мере, у бактериофагов именно в ДНК. Как только это стало понятно, началась гонка, соревнования. Тогда уже наука стала довольно конкурентной в это время за открытие строения ДНК, потому что всем было понятно, что кто первый откроет строение ДНК, сделает великое открытие и получит наибольский кредит. Разные люди могли бы на это претендовать. Вот, например, Эрвин Чаргов, знаменитый химик, он, кстати, очень много времени, но только по химии, по физиологии, медицине, установил, что в состав ДНК входят четыре типа звеньев. ДНК это очень длинная, крупная молекула, полимер. Такие молекулы состоят из отдельных, более маленьких звеньев, гономер. И в ДНК есть только четыре типа этих звеньев, которые обозначаются группами. А, Т, Б и С. Называются нуклеотиды. Ну вот, и оказалось, что если мы выделим ДНК из какой-то конкретной клетки, то почему-то число штук А всегда равно числу штук Т, а число штук Г равно числу штук С. Ну и, соответственно, равны их сумме. Это так называемое правило Чарбаха, которое было известно, опубликовано, но только не было понятен смысл этого правила. Другие ученые, Жон Уилкинс и Розалинда Франклин в Лонгольдском университете, получили впервые кристаллы ДНК. Оказывается, кристаллы можно получить не только из соли, но и из крупных молекул, например, белков или ДНК. А это нужно для того, чтобы с помощью рентгеновских лучей просветить такой кристалл, и тогда по получающейся картинке рассеяния этих лучей можно догадаться, как внутри этого кристалла расположены атомы. И расшифровать строение, даже сложные молекулы. Называется это рентгеново-структурный анализ. И вот Розалинда Франклин была первой, кто получил приличные фотографии кристаллов ДНК, но вскоре после этого она погибла и до своей Норгольской премии, видимо, просто не дожила. Но хотя эти фотографии были в ее распоряжении, но проанализировать их как следует и догадаться, что они значат, она тоже вовремя не сумела. И нашлись два тогда очень молодых ученых. Вот так они выглядят. Джеймс Уотсон, слева, и Фрэнсис Крик, которые сопоставили все известные данные и догадались-таки, как должна быть устроена рентгеново. Кроме правил Чарпфа, кроме фотографии Розалинды Франклин, которая показала эти фотографии, и делилась с ними своими данными, они использовали вот такой вот почти детский конструкт. Ну, известно было, как устроены муклеотиды, какой они формы, какой там длины расстояния между атомами, да? Поэтому можно было сделать их подыльки и как-нибудь в них поиграться, попытавшись состроить из них что-нибудь такое покрасивее. Ну что покрасивее? Вот из этой фотографии вроде бы следовало, что молекула ДНК должна иметь спиральную форму. И более-менее известно было, как муклеотиды могут соединяться между собой в пары. Отсон и Крик, во-первых, догадались, что А всегда соединяется с Т, А, Г, С, поэтому их число равно. А во-вторых, в конце концов, удалось построить такую модельку, чтобы все пары были одинакового размера, так красиво расположены в пространстве, и из них была составлена вот такая двойная спираль. Это одна из первых моделей молекулы ДНК. Как все это происходило, описано в очень хорошо написанной, в занимательной книжке, которую написал Джеймс Отсон, которая называется «Войная спираль». Она есть на русском языке. Тем, кто интересуется историей науки, я ее рекомендую. Ну а вот так вот выглядит формула отделенного муклеотина и его схема. Во-вторых состав входит космосферные космонта, вот этот путемгольничек, вот такой сахар, и зелененький квадратик, это то, что, собственно, и образует пара, зодческое основание. Ну вот, еще более схематичное изображение показывает, как же образуется двойная спираль. И что в этой матрии было замечательного, почему все приняли ее на ура, «Онцин и Крик» довольно быстро после этого, примерно через 15 лет, получили свою новую скульпию. Это короткий срок считается. Смотрите. Значит, А всегда объединяется с Т, которая находится в другой цепочке этой спирали. Трек всегда встает А против С, которая тоже находится в другой цепочке. Потому что только в таких сочетаниях они могут образовывать между собой связи. Связи эти довольно слабые, но когда им вдоль всей цепи ДНК обрадуются сотни и тысячи, то две цепочки прочно удерживаются друг рядом с другом. Включательного в этом то, что вопреки тому, что думали раньше, последовательность буквы одной цепочки может при этом быть совершенно любой. Отсюда ясно, что ДНК всех живых организмов и разных видов, и разных индивидуумов, например, разных людей, отличается друг от друга и может таким образом кодировать наследственную информацию. Ну, тут понятно, что если нам известен порядок букв в одной цепочке, то мы можем совершенно точно и однозначно определить порядок букв во второй цепочке той же молекулы. Делается это чисто механически. Надо просто всегда напротив А ставить Т, напротив ТА, напротив С, напротив С. Ну, а порядок букв в первой цепочке мы можем сделать совершенно произвольно. Например, сейчас мы можем синтезировать искусственное довольно длинное молекул ДНК и можно сделать там любую последовательность из них. Любой вопрос будет, наверное, содержать какую-то полезную информацию. Это мы сейчас будем делать. Ну, а эти цепочки так вот закручены напротив друга и обычная форма ДНК выглядит примерно так. Если нарисовать там диаметры атома, какие они есть, то она будет держать. Так что оказалось, что Тольцов был совершенно прав. Он так и представлял себе скульптуру ДНК. Совсем схематично ее можно изобразить в виде просто двух имельчих букв. Как только эта модель появилась, так Отцены Гриттсами сразу же догадались, что эта модель объясняет удвоение ДНК, то есть механизм копирования и передачи наследственной информации. Объясняет, как происходит копирование ДНК с помощью матричного принципа. И модель этого процесса ВООСНОЙ ГРИП тоже предложили в своей статье. Значит, оказалось, что копирование это происходит, как говорят, полуконсервативным способом. Когда клетка готовится к делению, в каждую клетку должна попасть копия исходной молекулы ДНК. И в этой копии одна цепочка нуклеотина будет старая, а другая перед делением клетки образуется заново путем копирования этой цепочки. Что для этого надо? Ну, сначала для этого надо распрести двойную сперна, развести две цепочки по отдельности, а потом каждую из них использовать в качестве матрицы. Смотрите, здесь у нас было Т, напротив станет А, а в другой цепочке напротив Т стояло А, а в ней напротив А здесь станет Т. Здесь было С, в новой цепочке, которая будет синтезироваться, станет Г, а в противоположной цепке было Г, и напротив станет С. ну, эти буковки для новой цепочки, они просто по отдельности там плавают в клетки, и их надо соединить вместе в новую цепочку. Вы видите, что при этом получится? Видите, какие-то картинки? Тогда этот процесс завершится. Что при этом произойдет? Что при этом получится в результате? Получится две молекулы зерца, которые абсолютно не отличаются одна от другого, которые представляют собой совершенно точные копии друг друга. Ну, если бы это всегда правда было так, то никакого разнообразия в жизни на Земле не возникло. Все клетки были бы абсолютно одинаковые, и с чем-то, наверное, друг от другого не отличались. На Земле существовал только один вид живых организмов. На самом же деле, при этом копировании все-таки иногда возникают ошибки, и даже не так уж и редко, поэтому разные клетки и разные живые организмы отличаются друг от другого. Но так в норме клетка старается скопировать свою генетическую информацию как можно более точно, так, чтобы в две дочерние клетки попали поточные копии каждой молекулы ДНК, которая в этой клетке содержится. Поэтому тот принцип, который выдвинул в свое время Вирхов, если вы помните еще его с прошлой лекции, каждая клетка из клетки, можно сейчас в наше время дополнить принципом, что каждая молекула ДНК тоже возникает из предшествующей молекулы. На самом деле, это все так красиво выглядит на схеме и просто, а при копировании ДНК в клетке возникает куча проблем. И в этом участвуют массы всяких сложных машин, которые состоят из белков, помогают, что ДНК удваивается. Ну, например, представьте себе веревку, которая закручена вот так вот, за крученую веревку. Если ДНК увеличить до толщины нормальной веревки, там, 5 миллиметров, то длина этой веревки будет примерно как отсюда до Ленинграда в одной клетке человека. И вот вам эту веревку надо удвоить, а для этого его надо сначала расплести по всей длине. Ну, как это сделать? Если начнешь расплетать с одного конца, то всей жизни человека не хватит, пока дойдешь до другого конца. Значит, приходится расплетать во многих точках посередине. Как только вы начнете растягивать эти две веревочки, из которых сплетена наша веревка посередине, так понятно, что на соседних участках она начнет сильнее скручиваться, и растянуть вам ее не удаст. Ну, клетка из этого выходит довольно хитрым образом. Одну веревку временно в этом месте разрезает одну цепочку, та начинает быстро раскручиваться, а потом, когда происходит удвоение, разрезы сшиваются обратно. Значит, один вилок эту веревку раскручивает, другой следит за тем, чтобы она обратно не слиплась, третий разрезает, четвертый сшивает, ну и кроме этого, конечно, есть самый главный вилок, который синтезирует вторую цепочку, чтобы у каждой цепочки появилась копия. Поэтому на самом деле этот процесс достаточно сложный, и еще даже не до конца изучен. Ну, важен принцип. Важно, что молекулы ДНК тоже размножаются именно удвоением, и именно удвоение ДНК лежит в основе размножения любой клетки, а значит, любого организма. Что такое размножение? В первом приближении можно ответить. Это удвоение молекул ДНК, и передача новых копий этих молекул дочерним клеткам или дочерним организмам. Ну, вирусы размножаются немножко иначе, но их мы пока пропустим, не будем сегодня про них говорить. Именно эти молекулы, как стало всем понятно, содержат наследственную информацию. Гены. Гены, как стало понятно после этого открытия, представляют собой не что иное, как отрезки ДНК. Ну, чтобы вы представили себе примерно какие отрезки, я назову цифры, хотя, конечно, не для запоминания. Всего в одной клетке человека 46 хромосомок. В них 6 миллиардов букв, 6 миллиардов нуклеотинов. Значит, в каждом наборе из 23 хромосомок от отца и от матери 3 миллиарда букв. А в одном гене примерно в среднем, наверное, где-то тысяч 10 этих букв. Вот так. Генов у человека 20 тысяч. Если мы 20 тысяч умножим на 10 тысяч, то сколько получится? 30 тысяч. 50? Нет. А, тысяч на тысяч. Что-то многовато. Системиллионов. Системиллионов, да? Да. Ну, может, и похоже на оправду. Немножко многовато, наверное, некоторые гены короче. Много ДНК лишней, потому что некоторая ДНК это не гены, а что-то между ними. Зачем она нужна, никому неизвестно. Но мы будем сегодня говорить только про гены и попытаемся понять не только как там закодировано наследство информации, а все-таки а все-таки что же она означает? Что там закодировано? Что делают гены? Помочь в этом разобраться помогли, точнее, извините, в этом разобраться мутации, которые в этих генах происходят. Такая мутация это изменение строения гена, то есть на самом деле просто изменение порядка расположения нуклеотидов в ДНК. Но у человека многие мутации приводят к наследственным болезням и нередко бывают такие наследственные болезни, которые связаны с мутацией одного единственного гена. Это можно выяснить по характеру передачи болезней от родителей и потом. Вот как раз тут показан такой пример. наследственной болезни, которая называется рецессивной мутацией генов. Почему она рецессивная? Рецессивная это такая мутация, которая не проявится никак, если вторая копия этого гена в клетке нормальная. Вот смотрите, здесь у нас есть два родителя и у каждого две копии данного гена. Это относится ко всем генам у человека не присутствует в рецессивных двух копий одна от папы другая от папы. И у каждого из родителей одна родительная другим испорчена, она обозначена буквой красненькой, а другая родительная нормальная, у родителя при этом здоровая, болезнь у них никак не проявляется. Но когда они передают свои гены потомкам, то происходит примерно то же самое, что и при передаче половых хромосом, они случайными комбинациями сочетаются друг с другом. И четверть потомков таких родителей получат два нормальных гена, половина потомков будет иметь один нормальный ген такой пара родителей их получат в среднем четверть всех детей, каждый четвертый ребенок в среднем, и вот у них то и проявится это наследственное заболевание. Надо сказать, что если рецессивная мутация в одном экземпляре встречается например у каждого двадцатого или каждого тридцатого, то реально частота его проявлений у детей меньше одной тысячной. Подумайте, почему? А у большинства наследственных болезней она еще меньше. Ну и вот одна из таких болезней, которая наследуется как раз так, как я рассказал сейчас, называется алкаптонурея. При ней нарушаются обмен веществ у таких больных моча на воздухе довольно быстро темнеет и обретает вот такой темно-коричневый пустовый цвет. А с возрастом постепенно кристаллики окрашенного вещества нерастворимого накапливаются в суставах. Вот как видите в органице глаза, ткани при этом повреждаются, болят и развивается действительно заболевание. Ну и вот этой болезнью занимался в начале нашего века тоже английский врач, ащевать Гера. И он догадался, что, собственно, означает появление такой болезни. Он догадался, что его причина это то, что в организме больных людей не идет определенная химическая реакция, которая происходит у нормальных людей. И если у нормальных людей вот это окрашенное вещество быстро разрушается и превращается в другие, безвредные, то у больных оно накапливается. Из-за того, что у них имеется мутация одного гена, у них не идет в организме одна химическая реакция. Вот был главный вывод Герн. Ну и он догадался совершенно правильно, что это когда какая-то важная химическая реакция вообще не идет, это мы хорошо так видим и называем наследственным заболеванием. А на самом-то деле, наверное у всех людей химические реакции в организме идут немножечко по-разному и поэтому состав клеток, состав веществ, из которых они состоят, у каждого человека строго индивидуально. Это так и оказалось. Да, действительно. Даже от лица внутри лица. Вот. Ну и вот отталкиваясь от этой идеи, что Герн отвечает за химическую реакцию, удалось наконец-то понять, что же он делает. Это сделали многие ученые, гораздо позже, уже в 30-е годы, и вовсе не на человеке, с которым, как вы понимаете, невозможно ставить генетические опыты, а на таком очень простом организме, хлебной плесени, для распория, который образует вот такие длинные нити, лицелия. Как они проводили свои эксперименты, сейчас я рассказывать не буду, это довольно сложная история. но к тому моменту уже было понятно, что за каждую химическую реакцию в организме отвечает определенный белок, фермент. Удалось выдвинуть такую замечательную идею, замечательную теорию. Что же делает ген, за что же он отвечает? Оказалось, что каждый ген отвечает за синтез определенного белка. Ну, в нашем случае это фермент, а так, в принципе, не обязательно. Все остальные белки кожи считываются в конечном счете с какого-то определенного гену. Такой ген это участок ДНК, в котором как-то закодирована информация об одном определенном белке организма. А этот белок это не что иное, как самый простой признак нашего организма. Настоящие признаки человека это не форму его носа, ушей, или цвет глаз, а строение отдельных полетов его белков. А уж цвет глаз и форма носа в свою очередь зависят от состава этих белков. Ну, тут возникла другая загадка. Дело в том, что хромосомы находятся в ядре. Это всем известно. Яны содержатся в хромосомах. Но синтез белков, как было известно в том времени, в клетке идет вовсе не в ядре, а, напротив, за его пределами, в цитоплазме. Ну, понятно, что гены вряд ли там кричат куда-то в цитоплазму, эй, вы там, надо синтезировать белок номер 1100. Потому что таким способом информация может передаваться от человека к человеку, но не от молекулы к молекулу. Поэтому стало ясно, что кроме генов для того, чтобы направлять синтез белков, нужны еще какие-то молекулы. И это было доказано в таких очень красивых экспериментах в 20-е годы на водоросле ацетобуляре. Это замечательная водоросль, потому что она вот такого вот размера, как я показывал в прошлый раз на лекции, да? Но это одна клетка с единственным крупным ядром. До того же у нее есть клеточная стенка, поэтому ее можно резать и разрезать и там заклеивать, а потом разные клетки можно сращивать. Делать нечто вроде прививки, как делают с яблонями или грушами. Ну вот. Ну и там сращивая часть этих клеток тоже показали, что наследственные информации содержатся в ядре, потому что у разных видов ацетобулярии разная форма шляпки и какое ядро к войдем такая шляпка и отрастет. А на каком стебельке она будет расти неважно на своем или на чужом. Но в ходе этих экспериментов было сделано замечательное наблюдение, что если мы отрежем среднюю часть стебелька и в нем не будет ядра, то шляпка на нем вовсе не отрастет. А вот если взять самый кончик стебелька и отрезать его, то на нем вырастет шляпка причем такой формы, которая задает ядро, находящееся от кончика стебелька за 5 сантиметров. Ну как это объяснить? Какая тут может быть идея? Объяснение довольно логичное. Значит, из ядра выходят какие-то вещества, они идут по всей ножке, накапливаются на самом кончике, и вот они определяют количество из соснах белков, а значит и форму шляпка, призваки организма. Ну и действительно такие вещества удалось найти, выделить, называются эти вещества РНК, и выяснилось, что при синтезе белка сначала с РНК подсматрицей считывается молекула РНК. Причем считывается она с отдельного гена. А потом с этой молекулой РНК уже в цитопланной на рибосомах синтезируется белок. При этом молекула РНК по строению очень похожа на ДНК. Это тоже длинная цепочка из боков куклеотида. Синтезируется на ДНК как на матрице. Единственное отличие в том, что цепочка там одна, а вместо буквы Т там встает буква У. Значит, если нам известно последовательность ДНК, например, АТ, Т, там, ГС, АТ и так далее, то мы можем точно сказать, какая с этой участка считается молекула РНК. Значит, напротив А что тут станет? Т, только вместо Т станет У, потому что в РНК не содержится Т. Напротив Т станет А, напротив Г С, напротив С Д, напротив А, тут надо быть аккуратным, не ошибиться, да? Значит, У, тут ответить А и так далее. То есть когда происходит синтез молекулы РНК на определенном дне, то генетическая информация никак не меняется. Она просто переписывается с одной молекулой на другую, практически такую же. Поэтому процесс называется транскрипцией, переписыванием. А вот дальше необходимо уже перевести генетический код строения определенного белка. Ну а перевод, как вы знаете, называется трансляция. Поэтому синтез белка на рибосомах называется трансляция. Тут возникает вопрос, а зачем вообще нужны два этих этапа? Зачем нужна РНК? Почему нельзя сразу же под РНК построить белок? Зачем два раза переписывать одно и то же? Ну тут есть два объяснения. Оба достаточно весомые. Молекул РНК в клетке очень мало. В каждой клетке человека всего 5-4-4-6 молекул на всю клетку. И они очень ценные. Их нельзя повредить. Ну и вот представьте себе, что вам задали домашнее задание по какой-нибудь книжке, например, по слову опалку Игореве. Какая-то рукопись этой книжки конечно хранится там в государстве в ременцевской библиотеке, и то кажется довольно позднее. и вот вы приходите туда и говорите вот выдайте мне пожалуйста рукопись слова опалку Игореве. Нам задали домашнее задание по главе 1. Ну как вы думаете дадут вам эту книжку на дом? Нет. А вас посмотрят очень странно. А как на самом деле вы поступите? А? Конечно. Причем если вам задали домашнее задание по главе 1, вам даже не нужна пока может быть целая книжка. Нужна только главе главы 1. Так вот молекула РНК это такая рабочая копия гена. Существует она недолго в клетке бактерий как правило несколько минут. В наших клетках как правило несколько часов поэтому ее не жалко. Эту псорокопию после того как выполнили домашние задания и синтезировали свою другу мы вообще выгибли в корзину. А молекула ДНК это древняя рукопись которая хранится в центральной государственной библиотеке и конечно для всяких там домашних заданий вам на реки не выгодно. Это только одна причина. Вторая причина может быть еще более серьезная тоже по аналогии рассмотрим. Вот представим себе что меня назначили новым министром образования но сейчас вроде он и так и новый и в общем неплохой ну так для примера ну как бы сделать так чтобы все школьники это запомнили обрадовались ну издал приказ номер один что каждому школьнику при приходе в школу выдали шоколад замечательно договариваюсь с министерством финансов оно соглашается финансировать это сомнительное мероприятие а дальше понятно да что я министр у меня есть машина личный водитель я ухожу из министерства и говорю водителю поехали в школу номер один города Москвы приезжаем я выхожу захожу в школу говорю здрасте здрасте я нова министра образования директора школы вот вам приказ вот пожалуйста там деньги придут на ваш счет пожалуйста завтра выйдете в домах и все выхожу оттуда сажусь в машину поехали в школу номер два города Москвы приезжаем туда потом поехали в школу номер три города Москвы в Москве 2000 школ в России кажется примерно 100 тысяч и к тому моменту когда все эти школы я объеду на своей машине я уже была на пенсии а школьники которые которые в этот момент учились даже в первом классе давно закончат 11 класс а что на самом деле должен делать министр теперь давайте подумаем чтобы его приказ выполнили в разумные сроки ну давайте ваше предложение правильный кто будет работать этими посредниками как вы думаете ну кто же какие-то подчиненные правильный есть там городские районные областные управления образования в каждом управлении сидит по начальнику и первое что делает министр он разошлет по электронной почте по факту копии своих приказов каждое управление образования дальше оттуда уже эти приказы разошли по школам и машина заработает глядишь через неделю другую там или через месяц школьники получат свои шоколады да значит дело в том что каждый ген клетки часто содержится в одном единственном экземпляре а какого-то одного конкретного белка может быть нужно очень много для того чтобы за короткое время синтезировать большое количество белка этот ген нужно размножить если слово опалпы играми в библиотеке только одна то можно сделать 30 ксерокопий и раздать каждому ученику в классе и тогда каждый выполнит свое домашнее задание поэтому молекула РНК это не только рабочая копия гена но еще и вот такая вот размноженная копия благодаря чему синтез белка можно сильно ускорить а вот теперь мы подошли наконец к главному а как же устроен генетический код мы знаем что это последовательность буквок что этих буквок всего 4 и вот здесь вот показана таблица генетического кода причем заметьте что он записан букву панели ДНК а РНК потому что здесь есть букву ну а во что его надо перевести что такое вообще код давайте над этим задумаемся это какая-то информация которая записана на другом языке и которую надо перевести на наш понятный нам язык например азбука Лорзе это код алфавита там каждая буковка закодирована тиреей точкой так вот этот код из 4-х локреатидов надо перевести в такую азбуку из которой можно составить слова белки а каждое белковое слово состоит из букв аминокислот при этом букв таких 20 белок синтезируется из 20 аминокислот а букв генетического ухода ДНК или РНК всего 4 правильно но отсюда следуют простые соображения значит букв 4 если мы словом будем считать каждую аминокислоту то сколько букв понадобится минимум чтобы закодировать эти слова отлично возьмем одну букву пусть одна буква означает каждую аминокислоту сколько аминокислот мы так закодируем 4 конечно потому что букв всего 4 значит слова из-за той буквы не подойдут ну давайте попробуем справиться со словами из двух букв когда букв всего 4 есть математика среди вас замечательно правда таких слов будет 16 почему на первом месте поставим а а на втором месте может стоять любая из двух из четырех букв получатся четыре слова а а а а а а а а ц правильно теперь на первое место поставим другую букву например у получатся четыре слова у у у у а у а у у у а а а а а а жалко чуть-чуть не хватило 16 а надо все-таки 20 а можно делать так значит двумя буквами не обойдешься в каких-то как минимум словах должно быть три буквы а сколько тогда будет таких слов неправильно сколько шестьдесят четыре шестьдесят четыре почему шестьдесят четыре это тоже понятно из каждого двухгукленного слова мы можем получить трехгукленное вот таким способом опять значит а 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 c понятно что так каждое слово разветвится на четыре других слова значит трех буквенных слов без дуклеотина можно составить всего шестьдесят четыре но этого хватает даже с избытком и непонятно как их читать ну оказалось в дальнейшем что клетка все их умеет читать все шестьдесят четыре слова она как-то прочитывает и все они что-то знают прошифровать генетический код удалось за удивительно короткое время меньше десяти лет и для этого понадобилось делать искусственные молекулы РНК и добавлять их к рибосомам где из них могут считываться белки вот например первое такое искусственное ДНК удалось получить из одного единственного луклеотида в клетках таких не бывает значит длинная цепочка из одной при определенных условиях рибосомы специальные машины будут считывать с нее белок и оказалось что такой белок будет состоять естественно из одной единственной аминокислоты и эта аминокислота оказалась венилаланин и таким образом было расшифровано первое слово диетического кода оказалось что три идущие подряд буквы лукву означает аминокислоту и венилаланин вот ну а потом эти методы усовершенствовали стали синтезировать другие искусственные РНК и быстро раздраконили весь этот генетический код что же выяснилось оказалось что действительно он читается тремя буквами тройками говорят что код трипле причем причем когда с РНК считывает сигналов все тройки считаются вот так вот подряд без перекрывания слов больше чем надо но все они что-то значат вот тут есть картинка такая где показано что они значат оказывается шестьдесят одно слово значит какую-нибудь аминокислоту и только три из этих слов выполняют роль стоп-сигнала можно сказать точек в конце предложения никакая аминокислота не соответствует и если в РНК встречается такая тройка нуклеотидов ну например УАГ то в этом месте синтез белка данного просто заканчивается значит здесь надо остановиться вот ну и говорят что генетический ход вырожденный почему потому что вот смотрите для большинства аминокислот естественно при этом есть больше чем одно слово вот например для аргинина годятся три плеты где на первом месте стоит С на втором Г а на третье место можно поставить вообще любой нуклеотид но все равно это слово из трех нуклеотидов будет переводиться в одну и ту же аминокислоту аминокислот аминок да но может быть самое замечательное свойство да а вот обратное кстати не верно если уж есть например ЦВЦ то это всегда только аминин и никак иначе этот репет не прочтется говорят что код однозначно но может быть самое интересное для нас свойство генетического кода это его универсальность а именно то что одинаковые триплеты одинаковые слова абсолютно одинаковым образом за очень редкими исключениями читаются у всех живых организмов и у вирусов и у бактерий и у животных у человека у всех генетический код совершенно универсальны вот и это замечательно ну и еще замечательный конечно факт что генетическая информация в клетке может передаваться только в определенном направлении раньше считалось что существуют вообще только вот такие вот стрелочки от РНК от РНК до ПУ называлась это центральная долгомолекулярной биологией ее принадлежит энцискрей ну и здесь надо ДНК ДНК потому что ДНК может удваиваться это понятно да? потом оказалось что у некоторых вирусов РНК может служить матрицей для синтеза РНК и довольно часто бывают случаи когда по РНК как по матрице синтезируется ДНК но вот чего по-видимому никогда не бывает и действительно быть не может этот долг никогда не служит матрицей и генетическая информация не может передаваться обратно от белков к РНК или ДНК и это очень важный принцип ну вот почти уже последнее что я собираюсь вам рассказать это как же все-таки меняется генетический код а он иногда меняется как я говорил такие изменения если они наследуются клетками или организмом называются мутации 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 бывают очень разные разного масштаба например если в клетке человека случайно попадается целая лишняя хромосома это тоже мутация но мы рассмотрим только один вариант когда случайно на место одной буквки становится другая такие мутации самые распространенные из всех они называются админокреатидные замены и два соседних человека различаются друг от друга примерно каждым тысячным нуклеатидом это значит что из трех миллиардов нуклеатидов три миллиона каждые тысячные у всех людей в среднем различаются видите это часто бывает каким же последствиям они приводят из того что я только что сказал очевидно что иногда никаким потому что совершенно здоровых людей в каждой тысячной позиции может стоять отличающийся нуклеатид почему они могут вообще никаких последствий не приводить ну в частности потому что генетический ход вырожденный например если стоит вот такая последняя букв ц гц и здесь последнюю букву ц мы заменим на а то в белке останется та жальная кислота состав белка никак не изменится у этого человека и он естественно даже не узнает но в других случаях замена одной единственной буковки приводит к замене как правило одной единственной кислоты а еще какой может быть вариант кстати говоря совершенно верно если вместо одного значащего триплета без замены одной буквы возникнуть сток на дом то в этом месте синтез долга просто приобрется он окажется короче чем надо это уже дело довольно серьезное ну а замена одной единственной аминокислоты серьезное это дело или нет это зависит очень от многих факторов во-первых от того что это за некислота где она находится во-вторых на какую она заменилась похоже или нет и в-третьих что это за белок представим себе например что этот белок который отвечает там за синтез черного пигмента волоса если он плохо работает то волосы будут рыжие с рыжими волосами вообще не прекрасно живут многим это даже нравится но в других случаях последствия могут быть гораздо серьезнее вот один единственный пример есть такой важный белок гемоглобин он красного цвета потому что содержит железо он содержится в красных клетках крови окрашивает их красный цвет и отвечает за переноски сворода крови и вот у некоторых людей в гене который кодирует этот белок заменяется одна единственная буковка вот видите А в этом положении на У во шестом триплете этой информационной РНК одна единственная аминокислота заменяется друг на другую к сожалению не похожую с другими свойствами в результате молекулы гемоглобина вместо того чтобы нормально растворяться в цитоплазме эритроцита слипаются друг с другом и образуют такие длинные тяжи и форма носовой клетки при этом из вот такой вот кругленькой и плюсовутой аминокислот в разрезе выходит как такой вот двоякоглобнутый диск превращается в какую-то вытянутую веретиновидную или как говорят серполитную ну к счастью это происходит только в том случае если обе копии этого гена у данного человека испорчены это рецессивная мутация в результате нарушаются буквально все процессы которые идут в организме потому что эти серполитно-клеточные эритроциты серполитные формы не могут нормально протиснуться через узкие капилляры они застревают в них настревают в капиллярах печени быстро разрушаются у человека снижается концентрация гемоглобина всем тканям не хватает кислорода мелкие капилляры там в конечностях могут вообще закупориваться и естественно поскольку это происходит с самого рождения у такого человека меняются буквально все признаки даже форма черепа у такого ребенка изменена потому что кости черепа разрастаются чтобы там уместилось больше красного костного мозга а он пытается произвести большее эритроцитов и все равно ничего не получается потому что эти новые эритроциты снова нарушаются и как правило такие люди погибают так что вот такая единичная замена может иметь очень разные последствия от абсолютно нейтральных до совершенно смертельных ну а в каких-то случаях достаточно редких она может оказаться и выгодной и если белок который считывается с такого мутантного гена работает в каких-то условиях лучше то такая мутация скорее всего быстро распространится и будет характерна в будущем для большинства людей такие полезные мутации тоже происходят ну после открытия структуры ДНК началась эра молекулярной биологии в которой мы сейчас с вами живем мы живем в эру молекулярной биологии потому что уже через 20 лет были разработаны методы генетической инженерии как я рассказывал в прошлый раз был получен человеческий инсулин и другие важные белки геноинженерными методами а примерно 10 лет назад был полностью расшифрован геном человека я уже почти превысил время поэтому я не буду рассказывать как был получен инсулин таким способом хотя собирался ну а что дала расшифровка генома человека пока не очень понятно оказалось что все люди сильно различаются сильнее чем еще недавно думали а вот этого два человека у которых был впервые прочитан полный геном с двух наборов хромосом отцовского и материнского один из них это Джеймс Уотсон который открыл ДНК он жив здоров уже 85 лет а второй Крейг Вентер один из тех людей который расшифровал другого человека он я думаю или катался на яхте или работал с ультропиолетовым а то есть двух ну вот оказалось что отличие между разными людьми гораздо сильнее чем думали до этого и это видимо довольно важно учитывать в медицине потому что от этого зависит и устойчивость к разным болезням и устойчивость к разным лекарствам поэтому недалек тот день когда у каждого человека геном будет прочитываться еще до рождения и вписываться на CD-диски в его вечно-медицинскую карточку сейчас расшифровать геном одного человека стоит наверное 5000 долларов когда осуществлялся этот проект у него потратили 3 миллиарда прошло 10 лет и расшифровка полного генома человека стала стоить 5000 долларов а еще через пару лет она будет стоить 1000 долларов потом 500 и тогда у всех стоит его читать автоматически и может быть самое главное что дал этот проект это именно усовершенствование методов расшифровки ДНК которое происходило с невероятной скоростью но все-таки не только потому что с помощью гиетической инженерии были получены гиетически модифицированные организмы ну вот один из таких организмов замечательный это вот такой золотой рис в рисе очень мало витамина А в тех местах где живут бедные люди которые питаются преимущественно рисом часто у них развивается витаминоз и не хватает витамина А дети от этого слеплют каждый год слеплют 100 тысяч человек больше умирают слеплют миллионы ну и вот как сделать чтобы эту проблему решить надо чтобы в рисе было больше витамина до этого в него вставили один генд из кукурузы один генд из какой-то почвенной бактерии и такой генетически модифицированный рис научился синтезировать витамина и его там стало столько же сколько морковь и если таким рисом питаться то проблема будет решена по некоторым причинам его до сих пор нигде в этих масштабах не выращивают но об этом как-нибудь другой раз ну а с людьми можно ли проводить такие манипуляции можно ли вставлять какие-нибудь чужеродные гены ну и с почвенной бактерией или с кукурузой в общем вроде бы незачем а вот человеческие гены оказывается можно потому что таким способом можно вылечить некоторые тяжелые наследственные болезни ну вот например некоторые дети рождаются с рожденным иммунодефицитом их клетки там по разным причинам могут бороться с бактериями или вирусами и если не содержать их в стерильных условиях в специальной камере они очень быстро погибают а представляете что такое все время жить в стерильной камере пищу тебе передают через шлюз общаться с тобой можно только через телевизор там выйти наружу нельзя в общем это не совсем полноценная человеческая жизнь конечно ну вот вылечить такое заболевание нельзя никак кроме металлогенной инженерии выделяем у этого больного клетки из костного мозга из которых получаются все его клетки фагоцеллия размножаем их в культуре подсаживаем туда нормальный ген в дополнение к испорченному размножаем эти модифицированные клетки и подсаживаем обратно организм больного в надежде что они там размножатся и он выздоровеет иногда это получается но главная проблема заключается в том что мы точно не знаем куда встроиться этот нормальный ген и если он попал в какое-то неподходящее место в хромосоме то это может вызвать рак крови лейкоз такие случаи бывали правда это разновидность рака сейчас лечится иногда таких детей удавалось вылечить лейкозы они все-таки нормально жили после этого ну может быть самый яркий пример что что удалось с помощью этого сделать у некоторых людей удалось вылечить врожденную слепоту значит некоторые дети рождаются с дефектами клеток сетчатки глаза зрительные клетки сетчатки тоже развиваются но они не воспринимают цвет такие дети от рождения вообще ничего не едят они совершенно слепые ну и поскольку терять тут нечего то решили попробовать их вылечить известно какой ген у них испорчен ген этот вставляют специального вируса безбредного который не может размножаться затем в составе этого вируса просто тоненькой иголочкой вводят сетчатку глаза и он попадает внутрь клеток сетчатки в другие клетки организма он не передается потому что он говорит в общем-то на самом-то деле большому изумлению исследователей оказалось не сначала вот этих на животных а потом и на человеке что даже если такая операция в роменном возрасте почти уже взрослым в возрасте 18 лет то такой человек вот первый человек вылеченный таким методом слепой от рождения начинает видеть не просто отличать цвет от технофии а может там читать буквы конечно видеть там не так как при нормальном зрении но нормально ориентируется в пространстве и читает буквы почему это удивительно потому что все думали что конечно даже если его глаз будет видеть цвет то мозги которые с детства никак не воспринимали зрительную информацию не смогут настроиться на ее восприятие но у ребенка они все там довольно пластичные может быть он что-то научится видеть нет оказывается что в этой ситуации даже мозг взрослого человека может переучиться и он начинает нормально видеть вот какие замечательные достижения в медицине были следствием расшифровки структуры ДНК в в в в в в в в